Казалось бы, не мусорить в лесу – правило для здравомыслящего человека. Но, похоже, далеко не все умеют мыслить здраво. Вот такую кучу бытового мусора оставили отдыхающие в Афряновском лесу. И чего тут только нет. Бутылки, целлофановые пакеты. Словом, все то, что будет разлагаться в земле десятилетиями. А некоторые, благополучно оставленные отдыхающими мусор, и вовсе никогда сам не исчезнет из леса. Как этот старый чемодан, например. Подобные навалы, к сожалению, частый случай, говорят лесничие. Особый риск возникает в пожароопасный период. Ведь простая стеклянная бутылка, выброшенная в лесном массиве, может стать причиной возгорания. Чтобы заранее предотвратить чрезвычайное происшествие и помочь природе очистить лесной массив от несанкционированных навалов мусора, сотрудники отдела экологии администрации округа совместно с лесничьими выходят на субботники. К акциям активно подключаются и неравнодушные жители населенных пунктов. На этот раз убирались в Афряновском лесу. Данный субботник проводится согласно утвержденному плану графика. И сегодня это у нас третий субботник за это лето. Также у нас субботники будут проводиться до октября месяца. Многие люди отвлекаются, приходят, звонят либо к нам в отдел, спрашивают, когда будет проводиться субботник в том или ином лесном массиве. Мы постоянно патрулируем такие места на правила пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах. Сейчас у нас пожарная опасность высокая, поэтому мы еще увеличили кратность патрулирования таких мест. У администрации совместно с нами такая тенденция каждый месяц проводить вот эти вот субботники. Однако пока добросовестные граждане, неравнодушные к вопросам экологии и сохранности леса, всячески стараются помочь природе, все же остаются те, кто занимается вредительством и засоряет лесной массив, подвергая опасности себя и окружающих. Активистам удалось провести генеральную уборку на территории в один гектар. В результате было собрано порядка 8 кубометров отходов. И это, к сожалению, далеко не предел. Сотрудники администрации и лесничьи совместно с жителями и дальше продолжат выходить на подобные субботники.